27 августа в Красноярском Доме Искусств пройдет очень необычное мероприятие, посвященное Дню Российского Кино. Гости сами сделают театральную постановку, раскрасят кадры из фильмов красноярских режиссеров, создадут азбуку кино и даже будут угадывать кинокартины на ощупь. Но обо всем по порядку с нашими гостями. В студии специалисты Дома Искусств Марина Никифорова и Светлана Гутман. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Но мы знаем, что в этот раз вы намеренно отказались от формата лекций, мастер-классов и придумали вообще какие-то нетипичные развлечения для ваших гостей. Что это будет? Начнем с того, что вообще 27 августа ежегодно проходят профессиональные праздники кинематографистов и любителей отечественного кино. И Дом Искусств в очередной раз предоставляет и организует большую площадку для всех желающих. В которой будет что у нас? Мы приглашаем к участию молодежь, поэтому у нас будет игровая интерактивная форма. Хотим особо отметить, что для того, чтобы принять участие в нашем мероприятии, нужно предварительно зарегистрировать команды. Участвовать могут только команды от двух до шести человек. Они будут проходить локации нашего вечера, зарабатывать баллы. И в конце мы определим тройку победителей, которые получат памятные призы от наших партнеров. Где нужно зарегистрироваться? Зарегистрироваться можно по телефону 212-48-60 или в группе встречи в социальных сетях. Хорошо. Команды зарегистрировались, пришли на праздник. Что их там ждет? Все начнется в 18.00 в Доме Искусственной проспекте Мира 3. Сначала они пройдут квест наоборот. Мы, естественно, не будем рассказывать, почему наоборот. Но я думаю, что опытные квестеры догадаются, что именно это означает. Там будет несколько заданий. Мы советуем вспомнить российские кинокартины, потому что день российского кино. Вспомнить музыку из фильмов, актеров известных, какие-то знаковые цитаты. Это все очень пригодится. Подскажите, каких лет фильмы просмотреть? Фильмы известные. Это в основном советские будут фильмы, но и современные тоже будут. Но фильмы, которые у всех на слуху. То есть мы не берем какие-то узкоспециальные. В общем, смотри все подряд и запоминаем все фразы, которые уже стали расхожими летучими. Мы знаем также, что можно будет собрать еще азбуку кино. Это что за мероприятие такое? Да, это также одна из площадок нашего вечера. Там, ладно, раскроем секретик. Гости должны будут назвать максимальное количество слов на каждую букву алфавита. Слов именно связанных с кино. Да, кстати, как раз телезрители могут уже начать готовиться. Давайте просто на вскидку сейчас буква А. Какие можно здесь придумать слова, связанные с кино? Ну, какие-то названия фильмов, можно имена, фамилии режиссеров. Ну, вот все, что приходит в первую. Актеров опять же. Ну, фильмов только наших, отечественных. Да, да, да. Все, что связано с российским кино. Ого, ну это будет непростой, да, мне кажется? Тем более, если соревноваться там можно будет. Ну, это да. Надо просто соревновательный этап у нас, да. Да. А как можно будет раскрасить кадры из фильмов? Что прям взять кисти, раскрасить? Да, это также наша, одна из площадок, наша ноу-хау, Дома искусств. Мы сделаем такие большие кадры из наших красноярских документальных фильмов. Да, как бы обычный зритель с ними обычно не знаком, поэтому на нашем мероприятии смогут почувствовать себя художником и тем самым смогут погрузиться, ну и узнать что-то о нашем кинематографе. А художественные навыки нужны? Или можно раскрашивать, как бог на душу положит? Как бог на душу положит. Да, тем более, что режиссерам фильмов этих потом не придется тратиться на какого-то специалиста, который все это раскрашивает. Люди придут, раскрасят и все это в прокат. Минимизируем издержки. И еще также хотели бы рассказать об еще одной нашей площадке. Это тоже такая интересная задумка Дома искусств. Называется «Живой кадр». То есть зрители, если в Крась кино они будут раскрашивать кадры, то в «Живом кадре» они будут сами участниками этих кадров. Мы им дадим описание сцен из Красноярского документального фильма. То есть можно будет себя почувствовать в роли актера. Да. Как они видят этот фильм, часть этого фильма? Только читая диалоги. Да, вот это вот команда будет делать. Команда будет дана, нужно просто вжиться в роли и пройти ее. А это все будет как-то сниматься, где-то запечатлено это будет? Мы потом будем сравнивать их выступления с реальными кадрами из этих фильмов. Ну это очень интересно. Так, скажите, а кино хотя бы какое-нибудь покажете? Хоть один фильм можно будет посмотреть на этом празднике? Наш вообще весь праздник закончится показом документального кино «Сельский киномеханик» Красноярского документального режиссера Александра Николаевича Калашникова. Когда уже все наиграются, чтобы зрители наши смогли отдохнуть. То есть фильм, рассказывающий о работе и нелегкой жизни сельского киномеханика? Да, да. Там затрагиваются очень такие темы разные, но в целом это да. Как живут жители в глубинке? Показывается жизнь киномеханика, которая проживает в Кратузском районе. Какая ситуация сейчас там с кино? Вот это все такие вот... В наше время еще есть сельские киномеханики? Да, да. Последние люди. Вот с этого надо начать дальше. Это вообще уникальные какие-то люди, профессия, которые... Ну и самое интригующее задание – как определить кино на ощупь? Что это такое? Да, сейчас мы это вам как раз продемонстрируем. Сейчас испытаем на вас. На нас, да? Ну, как всегда. На голову готовы. Что нужно сделать? Сейчас мы вам завяжем глаза. Завяжите нам глаза. И после этого по знаковым предметам кинокартины вы должны будете угадать, что же это за фильм. Все-таки меня выбрали, да? Все-таки фильм ужасный, культовый. Да, вы его сто процентов знаете, да и вообще любой житель России его знает. Так. А можно я так до конца эфира посетую? Можете пока начинать. А где это все находится? У вас ближе к столу, Игорь. Так. Так. Шапка. Я уже угадала. Я могу говорить, да? Вот тут еще то, что есть. Так. Ключи, шапка, ключи. Ёлка. Так, так. Ну, я понимаю, да, что это за фильм. Двигает тоже. А вы, пожалуйста, посмотрите сначала все. Да, все еще, да? Какие еще? Это что? Что это на ощупь? Открой, открой, открой. Это какая-то... Только не показывайте в кадр. Что похоже? Книжечка, книжечка какая-то. Книжечка из какой бумаги? А, подожди, неужели это паспорт? Действительно. Ну, маловарный. Да, паспорт. Паспорт, да? Ну, и вот такая вот вещь. Как это? Это паспорт Евгения Лукасовна, да? Да, вы правы, да. Ура, 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 ура. Это ирония судьбы. Как фильм-то называется? Ирония судьбы. Ирония судьбы. Какая часть? Можете уже снять. Да. Да, разрешите. У нас паспорт. Поднимите мне веки. Поднимите. Значит, это первая часть ирония судьбы. Вот, все. Вот, копит, я сразу только умудрился угадать, да. Шапка, ключи. И у меня уже здесь возникла мысль, что это ирония судьбы. Потом елка, потом раз, и вот шапочка, конечно, шедевральная на ощупь. Веник и банная, кстати. Веник. Нет, надо было еще кое-что. Надо было блюдо с заливной рыбой, чтобы его можно было трогать. Вот так это интересно. Завтра мы бы поняли. Да. И потом бы люди ходили, облизывали руки и смотрели бы фильм про это. Давайте еще раз пригласим, когда состоится мероприятие, куда, во сколько приходить. На 27 августа в Доме искусств на проспекте Мира-3, в 18.00. Мы ждем все команды. Нужно обязательно зарегистрироваться заранее в соцсетях, либо по телефону 212-48-60. Всех ждем, всем рады. Спасибо вам большое за то, что этим утром к нам пришли, за такое веселое развлечение. Марина Никифорова и Светлана Гудман, специалисты Дома искусств, были в гостях в нашей программе. Спасибо, желаем вам хорошего праздника. Можно поздравлять с Днем кино заранее? Можно. Можно поздравляем вас с Днем кино. Спасибо вам огромное. Всем хорошего развлечения 27 августа.